Друзья, всем привет! Давно я не снимал ролик, вы уже начали даже мне писать, спрашивать, когда появятся новые ролики. Сейчас у меня в теплице ничего такого существенного не произошло, ничего такого большого, огромного не выросло, чтобы прям срочно вам показать. Идет свой естественный процесс, уже весна, конечно же, растения растут все больше и больше, что-то меняется просто в их величине, в плоды, вот как на ананасах, вот они где-то увеличиваются, где-то цветут. Хорошая новость для тех людей, которые мне звонили еще зимой даже и которые ждут растений, когда их отсажу, когда они укоренятся. Сейчас, допустим, уже есть ананасы, есть бананы, которые я отсадил и вот они уже, в общем-то, укоренились, уже хорошо себя чувствуют, это видно по ним. И я их уже буду отправлять. Как только сейчас погода немножечко потеплеет, я начну первую отправку. И, скорее всего, на следующей неделе уже ждите звонка и я вам позвоню, скажу, что отправляю, и вы будете получать уже свои саженцы, которые вы заказывали. Это касается бананов, ананасов, лимоны будет чуть-чуть попозже. Есть в наличии инжир, есть в наличии кофе арабика и уже появились ананасы, которые не бэбики, а чуть-чуть крупнее. Они тоже уже есть, так что ждите звонков. Как я обещал вам показать, как я строю инжирницу, чтобы вы посмотрели, может быть, вы для себя ее построите. Я ее уже начал строить, сейчас мы пойдем на улицу и глянем, как это выглядит. Бананы, которые сейчас находятся в ведрах, видите, они подросли, уже у них саженцы такие стали больше, уже лучше. И для тех людей, у кого хотелось бы вам немножечко рассказать, у кого сейчас есть цитрусовые на подоконниках, и у них может быть такая вот вещь, как желтеет лист, сбрасывание листьев, из-за чего этого может быть. Бывает такое, что растение стоит на подоконнике в тепле, днем солнце нагревает очень сильно растение, а ночью, поскольку сейчас похолодало, отопление уже выключили, резко идет снижение температуры. И вот от этих вот больших перепадов и скачков у растения может происходить такие вещи, как сбрасывание листа, или бывает, знаете, что веточка вышла, маленькая такая, потом взяла и отпала. Ну, какие рекомендации, да, я не знаю, во время того днем, когда солнце светит, старайтесь притенять растение, чтобы не было прямых солнечных лучей, тогда перепад растения будет, ну, температура будет не такой сильный. Если у вас жарко днем, старайтесь опрыскать растение, тогда оно будет легче ему переносить. Реже поливать, особенно если у вас бананы есть, то старайтесь вот тоже сейчас часто не поливать на подоконниках, чтобы не было загнивания корня. Все-таки сейчас из-за того, что отключили отопление, но похолодание весной пришло, чтобы он успевал вот эту вот воду выпить, это растение. А так, в общем-то, ждите, я уже обещал некоторым, что буду делать такие вот ролики о каждом растении отдельно, постараюсь более обширную информацию дать, допустим, рассказать о самом растении, о его агротехнике, выращивании, в квартирных условиях, чем подкармливать, как отсаживать, и побольше постараюсь дать информации. Но мне к этому надо немножечко подготовиться, и тогда я уже буду эти ролики делать, и вы сможете увидеть такие вот интересующие вас ролики, поскольку я спросил у подписчиков, они сказали, да, нам интересно снимать, так что я думаю, что для вас что-то такое интересное сделаю. Вот, а теперь идем на улицу и посмотрим, как мы строим инжирницу. Ну вот на этом месте мы строим инжирницу, она рядом с теплицей термос. Инжирница строится по-другому совсем принципу, очень просто. Вот на эту стену внимания не обращайте, это для того, чтобы нам сделать жилую пристройку с той стороны. А когда вы строите просто инжирницу, то делается обыкновенный такой ленточный фундамент, небольшой. Вот эти вот закладные арматуры для того, чтобы потом сюда приварить уголок 45-й. Уголок, и сделаем такие, скажем так, металлоконструкцию. А к нему уже там будем дальше привязываться. Что будет дальше, я расскажу в следующих роликах, чтобы вам много тут не рассказывать. Вы уже в очи увидите, как строится инжирница, вы сможете ее строить у себя. У меня она 5 на 10, вы можете сделать ее 5 на 5, 3 на 3. Это уже как вам понравится, насколько у вас есть материалы, средства, возможности и так далее. Насколько у вас позволяет участок. Но любой, в принципе, может ее построить. И тогда у вас инжир или гранат, он будет расти спокойно, любую зиму он переживет. То есть он не будет бояться резкого плюса зимой, потом резкого минуса. И для него это не будет страшно. И он будет давать очень хороший урожай. Поэтому следите за моими следующими роликами. Подписывайтесь на канал и вы узнаете много интересного. Пока.